Борьбу с пиратским контентом ведут в России уже давно. И традиционно пираты выигрывают один бой за другим. Очередной закон обязал поисковые сети прекратить выдачу ссылок на заблокированные информационные ресурсы. Добиться запрета к доступу планируется через блокировку VPN-сервисов и анонимайзеров. Однако основная часть пользователей интернета даже не заметит вступления в силу новых статей закона. Во-первых, блокировать будут не пиратский контент, а зарубежные и российские сервисы, попавшие в немилость Роскомнадзора. Когда-то давным-давно вводили закон об ограничениях доступа к сайтам в интернете под одним-единственным лозунгом. Если мы поднимем самый первый законопроект, в том виде, в котором он был принят, то это все принималось в качестве защиты от детской порнографии. Спустя годы ограничения в интернете касаются абсолютно всего. От того, что действительно может принести вред обществу, людям, детям и кому угодно, до того, что просто не нравится людям во власти. И мы знаем примеры, когда просто исключаются из интернета, из поисковой выдачи информация о людях, занимающих высокие позиции, которые не хотят, чтобы что-то знали об их делах. Например, будет закрыт доступ к LinkedIn, социальной сети для бизнесменов, сервису Potify, который позволяет слушать музыку онлайн, рут-трекеру и так далее. К тому же под блокировку могут попасть даже те сети, которые используются для корпоративных нужд. Блокировка VPN не сильно действенна, так как Роскомнадзор сможет заблокировать сайты, через которые распространяется VPN. Но сам VPN заблокировать достаточно сложно. Даже в Китае, в котором сейчас очень активно с этим борются, все равно он доступен. Однако вложены были большие усилия и деньги в это. Поэтому пользователи, которые уже пользуются VPN, абсолютно не пострадают. А те, кто захотят купить VPN, им придется немножечко поискать сервис по продаже VPN. Благо, они появляются каждый день по несколько штук. А вот на легализацию рынка видео и аудиоконтента данные меры практически не повлияют. Между тем, проблема пиратства в России стоит остро, но есть и подвижки. За последний год рост легального контента в интернете составил 20%. Сейчас практически весь востребованный контент можно посмотреть на законных основаниях с помощью сервисов Google Play, App Store и прочих. Я вообще считаю, что абсолютно любой товар и любая услуга стоит ровно столько, сколько за нее готовы заплатить. И по этой модели сейчас очень многие площадки работают. Цены заметно снижаются. Понятное дело, что на новинки кинопроката, фильмы, которые два месяца назад прошли в кино, не действуют какие-то пакетные предложения, как правило. То есть их можно купить по цене от 99 рублей до 350 рублей. То есть по цене билета в кино на самом деле. Только если вы на домашнем телевизоре нажимаете кнопку на пульте и покупаете этот фильм, то вас никто не ограничивает, что вы можете всей семьей посмотреть или с друзьями, или в полном одиночестве, но цена не меняется. Но сейчас практически на всех площадках есть подписки, которые открывают доступ к огромной библиотеке фильмов и сериалов. А вот пользователи платить не готовы. Зачастую люди не хотят отдавать деньги за то, что можно приобрести бесплатно. И предпочитают часами искать нужный фильм в глобальной сети, мириться с плохим качеством, но не платить. Подводя черту, можно сделать вывод, что новый закон будет ограничивать россиян возможности пользоваться глобальной сетью. А вот на борьбу с пиратскими фильмами, музыкой и книгами закон особо не повлияет. Легализировать рынок удастся тогда, когда большинство из нас поймет, что за любой труд нужно платить. Катерина Матвеева, Даниил Клева, Новости на Восьмом.